Кирилл, поговорим о вещах более таких действительно важных. Как вы считаете, во-первых, Путин пойдет на мобилизацию? Потому что его генералы, российские генералы, просят его в этом году, до конца этого года, начать очередную волну, открытую волну мобилизации. Путин находится здесь в некотором шахматах, это цукцванг называется. Каждый следующий ход тебе делает только хуже и ухудшает твою позицию. Если ты не объявляешь мобилизацию, то это означает, что ни о каком наступлении в Украине быть речи уже не идет. Очень любопытно было, что пару недель назад российские регионы начали заявлять о том, что они повышают выплаты наемникам, контрактникам так называемым. И это означает, что количество желающих ехать на войну добровольно за деньги, оно в Российской Федерации недостаточно высокое. В общем, весь тот человеческий материал, который был готов этим заниматься, он в основном вычерпан. И это означает, что притока новых желающих на фронте в достаточном количестве, судя по всему, нет. Соответственно, если ты объявляешь мобилизацию, то мы возвращаемся в осень 2022 года. Тогда, мне кажется, с одной стороны, у Путина была действительно очень тяжелая ситуация на фронте, а с другой стороны, как будто бы он верил, что действительно его войну массово и горячо поддерживают граждане. И среднестатистический российский мужчина просто мечтает умереть в Украине за те лозунги, которые пропаганда говорит. Но мы знаем по реакции на мобилизацию, что это совсем не так. Мы знаем, что до сих пор есть движение жен мобилизованных, которые пытаются вернуть своих мужей домой и постепенно радикализуются, потому что видят, чем занимаются на самом деле государства. И вторая мобилизация – это будет второй тяжелый удар, как раз возвращаясь к вопросу о том, когда в России что-то может полыхнуть. Вот мобилизация – это опасная игра не то чтобы со спичками, а просто с каким-то таким политическим керосином. И они прекрасно знают по опыту первой мобилизации, чем все это закончится. Массовым бегством из страны и массовыми вопросами о том, когда же все это кончится. Но, наверное, ситуация возможна? Эта ситуация возможна. Они, по крайней мере, обратите внимание, они очень активно отстраивают инфраструктуру под мобилизацию. В первую очередь, они пытаются сделать так, чтобы у человека, который должен был быть мобилизован в армии, у него фактически не было возможности от армии спрятаться. У него будет электронная повестка, и у него будет автоматически закрыт выезд из страны. Вот вы говорите об этом. Действительно, с ноября электронные повестки в России. Миллионы мужчин и женщин не смогут выехать за пределы в России. Уже отбирают загранпаспорта, мы знаем. Уже 7 миллионов должников, которые должны банкам, они не могут выехать за пределы Российской Федерации. Вы говорите в том числе о том, что повышают зарплаты, повышают вот эти специальные выплаты мобилизованным или добровольцам, точнее так будет сказать. А вот действительно же сейчас в российских тюрьмах, мало кто об этом знает, находится огромное количество призывников непригодных для службы в армии. Огромное количество отказников, особенно в Якутии, кстати, которые тоже не хотят возвращаться на фронт. То есть все это говорит, как вы считаете, о том, что в России добровольцы практически уже не осталось воевать. У нас есть вот очень четкий финансовый показатель. За те деньги, за которые люди готовы были идти на войну в прошлом году, в этом году они не идут в достаточном количестве. И, повторюсь, регионы повышают выплаты. Это очень четкий такой, ну, такую вещь не обманешь, это просто статистика. Это означает, что они повышают привлекательность участия в войне за счет финансовой мотивации. Хорошо. Вы сказали по поводу выплат, по поводу денег. Налоговая реформа в Российской Федерации. 15% для физлиц, до 25% для компаний и предприятий. В 25-м году они хотят стащить из кармана в россиян 2,5-3 триллиона рублей, до 30-го года 17 триллионов рублей. Можно ли сказать, что это такой массовый налог на войну, который подянет за собой очень многие экономические проблемы, в том числе в Российской Федерации? Это совершенно очевидный налог на войну. Правительство утверждает, что это история про то, что вот надо сделать налоговую систему более справедливой. Богатые должны платить больше. Москвичи, в частности, должны платить больше айтишники, еще какие-то непривлекательные граждане. Но и да, и объясняют, что все эти налоги будут потрачены на социальную поддержку других граждан, на школы, на дороги, на то, чем должно заниматься нормальное государство. Но совершенно очевидно, что в России до последнего времени, до начала войны, структура бюджета была устроена так, что без повышения налогов государство более-менее справлялось с выплатами, особенно если бы оно не воровало. А сейчас получается так, что у вас только по официальной статистике 6% валового продукта тратится на войну. Это рекордная сумма, по крайней мере, с советских времен. И совершенно очевидно, что у вас не хватает денег на то, чтобы платить зарплаты бюджетникам, чтобы люди получали свои зарплаты вовремя, меньше беспокоились. И ровно по этим причинам вам нужна, как они говорят, оптимизация налоговой системы. Это означает, что из кармана одних людей деньги перейдут в карман других людей для того, чтобы государство могло еще больше тратить на войну. Потому что именно так формируется общая структура расходов государственного бюджета. И важно еще, что на самом деле господин Силуанов, министр финансов, он уже сказал, что это, возможно, недостаточные меры. Что, в общем, они не просто разорят вот этот малый и средний бизнес, у которого прибыль была как раз в районе 5%. И не просто обложат налогами так называемых богатых россиян с доходами от 2 миллионов в год или чуть меньше. Но они еще и, собственно говоря, думают о том, какую дальше логику этой налоговой оптимизации развивать. И, в принципе, думают о том, кого еще бы найти для того, чтобы денег у государства на войну было бы больше. Речь идет, в частности, про разные виды бизнеса, у которых, с точки зрения правительства, слишком много доходов. Ну, проблема только заключается в том, что как только они повышают налоги, бизнес начинает платить, он или уходит в тень. Или же, наоборот, повышаются цены на все возможные, в том числе и на услуги для обычных граждан, или цены на продукты питания. Это все очевидные вещи. Жены мобилизованных, о которых вы упомянули, они иноагенты уже. Они уже враги народа. Неожиданный поворот. Мало кто этого ожидал, но, тем не менее. Даже невзирая на то, что они замолчали и перестали, уже даже кастрюлями перестали стучать. Но что это означает, на ваш взгляд? Начнутся ли посадки жены мобилизованных? О чем это свидетельствует? Список Минюста, последний иноагентский, он вообще был очень показательный. Минюст в течение двух месяцев никого не называл иноагентами. Тут он объявил очень характерный список. Все эти люди, которые объявлены иноагентами в России сейчас, они все находятся в России. И они все, в общем, за ним пытаются заниматься в России какой-то более-менее легальной политической деятельности. Кроме жен мобилизованных, еще характерный пример это Екатерина Дунцова, журналистка, которая шла под такими умеренно антивоенными лозунгами, пыталась быть кандидатом в президенты Российской Федерации. Но, разумеется, ей никто не дал этого сделать. Вот она теперь пытается регистрировать в России в этих условиях партию. И мне представляется, что это, в принципе, уже совсем разоблачение этого института иноагента. В том смысле, что любой человек, который занимается какой-то активностью, не согласованной с государством, он под подозрением. Государству не надо доказывать ни иностранное финансирование, ни то, что эти люди находятся под каким-то иностранным влиянием. Просто люди, которые не нравятся государству и мешают ему, они маркируются, как иноагенты, для того, чтобы любая их деятельность в конечном итоге стала нелегальной, чтобы их можно было подводить под уголовные дела. И в случае с женами мобилизованных это выглядит особенно цинично, потому что государство вдруг решило отправить людей на войну. Родственники этих людей сказали, что, в общем, они не очень понимают, что происходит, и они хотят вернуть своих мужей домой. А в итоге государство официально заявило, что эти жены, они иностранные агентки, они находятся под чьим-то влиянием извне. И спрашивать, где мой муж, в принципе, в Российской Федерации запрещено. И все идет действительно к тому, что муж будет на фронте, а жена будет в тюрьме. Вопрос в том, при помощи каких ресурсов российское государство эту лавину сдержит. Потому что чем больше людей отправляют на фронт, тем больше недовольных. Чем больше недовольных, тем больше надо преследовать этих недовольных, объявлять их иноагентами и потенциально сажать. Тем больше вопросов, наверное, возникает у тех людей, которые ушли на фронт. Но мне кажется, что пока это такая тупиковая логика для этой диктатуры. Тогда логичный вопрос. Мужья, жен мобилизованных, я тоже согласен с тем, что их будут сажать. И жестко будут сажать, показательно. Вот они на фронте? Они, хотя бы часть этой армии, для того, чтобы защитить своих жен, матерей, дочерей, эта часть двинет на Москву против Путина, снимать Путина? Или промолчит? Схабает, как говорят в народе? Я бы думал больше про третий сценарий. Я думаю, что часть из этих людей может постараться дезертировать. Идея о том, что будет какой-то организованный бунт, но она очень не в традициях. Российская армия, все-таки Россия, это как бы бюрократическая структура. Мы знаем, что один бунт уже был, внеармейский в прошлом году, Пригожинский. Это всех, конечно, очень сильно поразило и, в общем, заставило задуматься. Но мне кажется, что для мобилизованного, находящегося в такой ситуации, самое умное, что он может сделать, это постараться сбежать. Постараться сбежать, вывести свою семью, пока ее не начали преследовать. И на самом деле люди, которые занимаются помощью российским солдатам, дезертировать с этой войны, вот мне кажется, они настоящие патриоты Российской Федерации, не Путинской Российской Федерации, даже, я бы сказал, такой исторической России патриоты. Потому что, конечно, с неправедной войной, с преступной войной только так и можно поступать, надо людей оттуда вытаскивать и давать им возможность продолжить жизнь без оружия в руках, видимо, в какой-то третьей стране. Мои друзья, вот в частности, делают этот проект «Идите лесом» знаменитый, который, ну, поштучно, конечно, потому что ресурсов не хватает, но там десятки и сотни людей через проект «Идите лесом» прошли и больше в преступной войне не участвуют. Я думаю, что в эту сторону как раз, в эту сторону и мобилизованным придется думать. Пока серьезного такого массового бунта на фронте я не ожидаю, потому что, как один ZVN-кор, так называемый, сказал, что на фронте все держится на жадности и страхе. Вот, и, собственно говоря, денег тебе не дадут, работу ты больше не найдешь, если ты будешь бунтовать. Ну и кроме того, тебя в яму посадят. Вот такие, в принципе, перспективы для тех, кто решил бунтовать без достаточно большой массовой поддержки. Да, но вот интересно, что вы посоветуете людям, так как мы уже обсудили это, то, что будут закрывать границу, то, что уже не выпускают россиян, пытаются это сделать, то, что будут электронные повестки. Что вы сейчас посоветуете россиянам, мужчинам и женщинам военнообязанным, которые находятся на территории России? Вот у них есть, как я понимаю, несколько месяцев вот это окно. Что вы им посоветуете сейчас? Есть специальные инструкции, да, как попытаться открепиться от военкомата для того, чтобы тебе тяжелее было получить повестку. Что делать, если тебе официально заблокировали выезд из Российской Федерации, есть ли какие-то другие варианты, если ты решишься на эти действия. И по-прежнему вот организации вроде «Идите лесом», они такое сопровождение оказывают. И интересно, кстати, что для Российской Федерации именно эта тема одна из наиболее болезненных, как не попасть на войну. Поэтому в последние месяцы блокировались на Ютубе, российские власти пытались на Ютубе блокировать как раз инструкции для призывников и мобилизованных, как на войну не ходить. Ну вот Ютуб что-то в итоге все-таки разблокировал, а российские власти ссылались, что это ужасное нарушение российских же законов. Так что эти инструкции есть. С каждым днем, к сожалению, выбираться из войны, с учетом большого интереса российского государства к гражданам, как к пушечному мясу, каждый день, с каждым днем выбираться становится все тяжелее, но это пока все еще возможно. Кирилл, а кто, на мой взгляд, может убрать Владимира Путина, снести его? Какая структура? КГБ или ФСО как часть охраны Владимира Путина? Кто в состоянии это сделать на сегодняшний день? Мы же помним историю с Коржаковым и с Барсуковым, с охранниками Ельцина, которые чуть ли его не убрали. На мой взгляд, сейчас такой структуры нету, вот прямо в этом году, в эти месяцы, поскольку риски для возможных мятежников, они слишком высоки. То есть им никто не гарантирует какое-то счастливое, беззаботное будущее после Путина, и как будто бы у них главная их мотивация заключается в том, что ведь они тоже, понимаете, они верят в эту конструкцию. То есть, во-первых, они знают, что они военные преступники, все окружение Путина. И да, он специально и Совет Безопасности для этого проводил, чтобы мы прямо в лицо знали каждого из тех, кто присягнул тогда той крови, которую он собирается пролить. Это удачный был метод для него. Во-вторых, я думаю, что окружение Путина и спецслужбы, они искренне считают, что кругом враги, и что без такого сильного, уважаемого человека, который всем известен в мире, с ними никто не будет разговаривать. От них отвернется Китай, от них отвернется так называемый глобальный юг. Вот с Западом и так все понятно. И поэтому сейчас, мне кажется, скорее надо держаться за диктатуру и за войну. И это как раз наиболее опасная тенденция, что, собственно говоря, окружение Путина постепенно начинает переваривать вокруг себя все остальное, на остатки нормальной жизни, потому что считают, что у них нет никакого выхода. Может быть, все-таки отдельные армейские генералы, которые как-то не до конца встроены в эту коррумпированную систему, и у которых остались какие-то, не знаю, представления из детских книжек, которые мы все читали, как, возможно, генерал Попов, хотя он тоже, по всей видимости, военный преступник, но при этом ему не нравится. Вот ему даже бывает так, знаете, что некоторым военным преступникам не нравится, как именно они совершают преступления. Они хотели бы быть такими благородными преступниками, они совсем не благородные. И, может быть, кто-то из военных генералитетов действительно где-то очень глубоко на далеких кухнях обсуждает вопрос о том, как все это должно кончиться, нельзя ли как-то фюрера немножко подвинуть. Но его хорошо охраняют при этом. И как бы у него всегда на столе вот та карта, которую мы уже обсуждали. Если действительно ситуация будет критической, то можно еще взвинтить ставки, заниматься ядерными ударами и, в общем, всем показывать, что он за свою власть будет держаться ценой не только своей собственной жизни, не только жизни своих близких, но и, в принципе, существования всего мира. Но бунт охранников не прединдится, на мой взгляд. На мой взгляд, они понимают, что их следующими убьют, как всегда бывает в нормальной мафии. Кирилл, поговорим об интернете, о российском интернете. Новая газета Европы сделала потрясающее исследование, расследование, как Российская Федерация за пять лет пыталась уничтожить интернет, точнее, сделать из него аналог китайский. Что получилось, чего не получилось, на каком это сейчас все этапе? Да, спасибо за добрые слова про наш текст. Но я этой темой как раз довольно плотно занимаюсь, поскольку вся жизнь прошла в интернете. Сейчас фактически есть два рунета. Мы с вами находимся скорее в одном. Как бы Путины, там, не знаю, ну Путины вообще не в интернете, но как бы Российская Федерация находится в целом в другом пространстве. Между ними есть окна. То есть, как бы, система российской цензуры, она уже сейчас более совершенная и высокотехнологичная, чем китайская. Им нужно было буквально за несколько лет постараться сделать так, чтобы россияне не пользовались международными платформами. И им в целом до некоторой степени это удалось, потому что во всех социальных сетях и Твиттер, Инстаграм и Фейсбук количество людей, которые ими пользуются из России, сильно сократилось. Главное, два главных окна, которые связывают два рунета, рунет один подцензурный, рунет два не подцензурный, это YouTube и Telegram. Здесь они, в общем, здесь российские власти пока не добились успеха. Связано это с тем, что вот никак они не могут заменить американскую площадку видеохостинга на что-то свое, загнать туда блогеров и убедить всех переподписаться на какое-нибудь ВК-видео. Ну и сейчас у нас такая, такой-такой, мы живем в очень странном режиме, когда с одной стороны ничего нельзя, и все абсолютно цензурируется, с другой стороны, в России есть полная свобода слов до некоторой степени. Только человек, который пользуется этой свободой слова, он должен находиться физически за пределами России и общаться с россиянами, как и сейчас, я уверен, нас из России тоже смотрят. Илья, а YouTube попытается закрыть Путин в ближайшее время? YouTube, они должны попытаться закрыть, но есть два странных аргумента против того, что у них это легко получится. Если вы возьмете список самых популярных YouTube-каналов на русском языке, то там на первом месте будет канал, посвященный бэбиситтингу. Да, как бы включи ребенку видео и занимайся своими делами. У него 118 миллионов подписчиков. Топ-20 выглядит примерно так же. Это почти все детские каналы. Куда девать всех этих людей, совершенно не ясно. Как их переводить на ВК, тоже не ясно. С технической точки зрения YouTube сейчас обеспечивает до 60% трафика внутри Российской Федерации, потому что он гоняет видео в высоком разрешении через все еще работающие на территории России Google Cash серверс, инфраструктура которых осталась, хотя и деградирует в течение этих двух лет. И над национальным интернетом никто ни в Китае, ни в Северной Корее не ставил такого эксперимента, когда вы просто вырубаете для большей части населения, во-первых, заметную часть контента, основную часть контента, во-вторых, блокируете большую часть трафика, который у вас внутри вашей сети ходит. Чем это кончится, никто не знает. Я бы, честно сказать, даже уже хотел бы посмотреть на то, что будет, когда они попробуют. Было бы очень интересно. Хотя с профессиональной точки зрения, конечно, это сильно ударит по нам и вообще поставит вопрос о целесообразности деятельности журналистов из-за границ, потому что YouTube – это основной массовый канал сейчас абсолютно для всех. Пропагандисты российские тоже пользуются YouTube. И огромное количество просмотров они получают внутри России, такие как Соловьёв. Вот правозащитный фонд семьи Клуни решил получить ордер на арест через Международный уголовный суд для Соловьёва, Скобеевой, Попова, Эрнста, Симоньян. В общем, там целая череда этих пропагандистов. Посадить их на скамью подсудимых, в ГАГу, о которой мы говорили вначале. Как вы считаете, эта судьба им уготована? Их ждёт ГАГа, первое. И действительно, боятся ли они такого итога для себя? Я думаю, что их ждёт суд. Они люди ещё не пожилые, как правило. Маргарита вот в расцвете сил, что называется. Я думаю, что было бы замечательно. И я уверен, что тут хорошие шансы у всех дожить. Как Маргарита с мужем Тиграном сидят на скобье подсудимых и говорят, что их заставили, они многого не понимали. У них не было точной информации. Именно поэтому они призывали к геноциду. Именно поэтому они призывали к военным преступлениям. Ну, это нормальная гибельсовская пропаганда, без всяких полутонов. И, кстати, когда некоторые наблюдатели нам говорят, что то, чем вы занимаетесь, это такая же пропаганда со знаком минус, я это категорически отрицаю. Я просто по той причине, что в центре того, чем мы занимаемся, вообще не стоит идея, что нужно убить кого-то. То есть я всем этим замечательным людям желаю, как сказал Василий Уткин по поводу Путина однажды, долгой жизни прямо до суда. А потом справедливого разбирательства. То есть, в принципе, речь идёт просто про защиту справедливости. Поэтому, мне кажется, да, мы увидим, что будет через годы или десятилетия. Но очевидно, что в мире есть миллионы людей, которые будут требовать суда над Маргаритой или над Соловьёвым. И я уверен, что они понимают, что они перешли ту грань, когда они просто информационная обслуга режима. Я уверен, что они тоже понимают, что они связаны большой кровью. Они всё-таки не идиоты, хотя очень циничные люди. Цинизм обычно с идиотизмом плохо сочетается. Кирилл, начали с вопросов ада, закончим адищем полным. Какая кара им, вот этим людям, Соловьёву, Симоньян, Эрнсту, готова на в аду? Путина сдует, понятное дело. А с этими что случится? Ну, я думаю, что они в аду, на самом деле, могут по специальности просто работать, продолжать. То есть они могут собираться в студии, кричать друг на друга. Там всё время одни и те же лица будут. Вечно, конечно. Они будут обещать соседним кругам ада ядерную войну. Они будут говорить, что исторический ад был нашей территорией. И что нельзя в этом аду устанавливать чужеродное правительство. Вот Пётр Толстой вернётся, кстати, к этой профессии. Он тоже телеведущий был. Я думаю, что это вполне адекватно, в меру гуманно. Просто в аду будет бесконечное телешоу Соловьёва, где ни одного нового слова уже сказать нельзя будет, как, в принципе, они и не говорили все эти годы. Просто одна сплошная ненависть, которая разлагает этих людей изнутри. Только так, чтобы этого никто, кроме чертей, не видел. Аудитория будет только черти.